Интерсервис Амур по-прежнему предлагает продажу и обслуживание компьютеров, ноутбуков и принтеров. Внимание! Новинка! По привлекательным ценам в продажу поступили кондиционеры. Интерсервис Амур. Улица Красноармейская, 69. Телефон 52-72-93. Юридическая компания Амур-Консалта предлагает квалифицированную помощь по взысканию страховых выплат по искам о возмещении ущерба после ДТП, обжалованию действий сотрудников ГИБДД и иных государственных органов. Обращаться по адресам. Город Благовещенск, улица Шимановского, 27, офис 202. Город Белогорск, улица Кирова, 140, дробь 1. Город Свободный, улица Карла Маркса, 20, телефон 50-20-71. Компания 31-й Блок производит полистирол-бетон. Это смесь пенопласта и бетона. Материал не требует утепления, не имеет пустот, поэтому не впитывает влагу, долговечен, не горит. Товар со склада и предоплаты не надо. Блоков у нас много, а телефон един. 31-31-41. Стройся в срок с компанией 31-й Блок. Продукты серии Делло. Минимальный износ при максимальной эксплуатации. Обеспечивают длительную защиту несущих нагрузку деталей. Увеличивают ресурс двигателя. Уменьшают эксплуатационные затраты. Делло. В магазинах компании Макс Интер. На Хмельницкого, 77 и на Кольцевой, 59. Здравствуйте, с вами Перехват. Здесь мы обсуждаем самые горячие события при Амуре и не только. В студии Никита Назаренко и сегодня в нашей программе. ТО уже не то. В России отменят талон техосмотра. Все в суд. Все дела и от ДТП предложили передавать на рассмотрение судьям. Сеть для автолюбителей. Штрафы за нарушение ПДД теперь можно оплатить по интернету. Талон техосмотра отменен. Теперь водителям вместо него придется получать диагностическую карту транспортного средства. Она станет основанием для приобретения полиса ОСАГО. Диагностическую карту будут выдавать аккредитованные операторы техосмотра. Она будет оформляться в двух экземплярах. На бумажном носителе и в электронной форме. И действовать до той даты, которая в ней указана. Независимо от того, меняется собственник автомобиля или нет. Кроме того, сам техосмотр смогут проводить дилерские центры. Предполагается, что это существенно облегчит жизнь дисциплинированным автомобилистам, которые регулярно возят свои машины на техобслуживание. Контролировать действия операторов техосмотра, согласно вступившему в действие закону, будет Российский союз страховщиков. Выданные ранее талоны техосмотра будут действовать для оформления договора ОСАГО до 1 августа 2015 года. Все дела о ДТП предложили передавать в суд. Соответствующий законопроект, внесен в Госдуму. Авторы законопроекта полагают, что таким образом можно будет снизить случаи коррупции в ГИБДД, а также защитить права и законные интересы граждан. Кроме того, гораздо большее число нарушителей в этом случае смогут понести наказание. По словам разработчиков, в настоящее время водитель, в результате ДТП нанесший средний вред второму участнику аварии, на законном основании может избежать серьезного наказания, заплатив только административный штраф. Такая ситуация сложилась, потому что именно сотрудники ГИБДД на начальном этапе решают, передавать дело в суд или нет. Напомню, что в настоящее время суд может рассматривать дела, касающиеся неправильной установки регистрационных знаков, управления неисправным транспортным средством и вождения в нетрезвом виде. Также в суду подвластны дела о переезде ЖД путей, выезде на встречную полосу, об отказе пройти проверку на опьянение. При этом, по словам экспертов, потерпевший не может влиять на исход дела. Штраф за нарушение ПДД теперь можно оплатить по интернету, не выходя из дома или офиса. Российская ГИБДД открыла на своем официальном сайте специальный раздел. Это позволит не только обеспечить контроль исполнения гражданами административного законодательства, но и предоставит людям простой и удобный сервис по оплате штрафов. Ведь большая часть нарушителей зачастую просто не могут оплатить штраф из-за отсутствия времени. Провести оплату можно на сайте www.gbdd.ru в разделе «Оплатить штраф через интернет». После внесения запрашиваемых данных система сама подготовит квитанцию об оплате. Ее можно либо распечатать, либо сразу оплатить через Киви кошелек, в том числе при помощи пластиковой карты банка. Информация об оплате сразу поступит в базу данных Федерального казначейства, а затем и в саму госавтоинспекцию. Сервис дошел до того, что оплатить штрафы также можно через терминалы одного из платежных операторов, которые многие пользуются для оплаты мобильного телефона. Думаю, что от нововведения выиграют все – и инспекторы, и водители. Хотя в идеале лучше, чтобы нарушения не было вовсе. Но, к сожалению, пока аварийность на дорогах остается высокой. Это подтверждает наша хроника происшествий. Смотрим. Дэла в магазинах компании «Макс Интер» на Хмельницкого, 77 и на Кольцевой, 59. Комплексные охранные технологии. Элтика. Город Благовещенск. Улица Красноармейская, 159. Начнем хронику происшествий с ДТП на перекрестке улиц Высокой и Чайковского. Здесь померялись силами Toyota Mark II и Nissan Skyline. Выявить победителя, правда, не удалось. Хорошо досталось обеим машинам. Все началось с Марка. Он не пропустил своего оппонента, идущего по главной. Skyline, в свою очередь, не ожидая столь резкого выпада со стороны Марка, не смог увернуться от удара, и, снеся железную конструкцию, он в итоге оказался на обочине. Владельцев обеих авто ждет дорогостоящий ремонт. А это ДТП с участием трех машин. Инициатором аварии, по словам одного из его участников, стала Toyota Cresta. Я на сторону хроника, а они мне навстречу. Крест я отгонял, понесло машины, грузовика, и они по инерции в меня. Я уходил бы, и не ушел. Расстановку сил после ДТП снять не удалось. Виновницу почти сразу после аварии погрузили в эвакуатор и увезли. Обошлось без пострадавших. На перекрестке Соколовской и Театральной столкнулись два Ниссана. Причина довольно банальна – несоблюдение дистанции. И, как часто бывает в подобных ситуациях, авто зазевавшегося получило более серьезные повреждения, чем авто, которое он догнал. Кашкай оделался царапинами на бампере. Зато Авениру придется чинить весло. Люди в этом ДТП не пострадали. Перекресток 50-летия Октября и Октябрьской. Здесь ДТП аналогичное предыдущему, с той лишь разницей, что в нем поучаствовали две Тойоты. Водитель фан-карга замечтался и буквально наехал настоящий на перекрестке Виш. Победить законы физики не удалось. Виновник ДТП пострадал намного больше. С хорошо разбитым носом он отправился в автомастерскую. Вишу предстоит сменить лишь бампер. На перекрестке Шевченко и Октябрьская столкнулись микроавтобус с малышкой. Причиной аварии послужило некорректное вождение водителя третьего авто. Короче, Тойота Премия передо мной загорелся зеленым светом. Ну я тронулся как бы. Ну и он тронулся, и я как бы тронулся. Потом резко он бац, тормознул. Я, короче, ну успеваю в этот момент уже вот рядом, ну и у него тоже тормознул. Потом что-то стоял-стоял, дерг, опять стал дерг, опять стал. Ну я, естественно, ну как бы это обрулил его и поехал как бы. А тут на встречу получается, ну... Столкнулись, да? Что тут скажешь, может надо было меньше нервничать тогда, чтобы сохранить нервы сейчас. Между тем ДТП несерьезная, помощь медиков никому не понадобилась. Зато услуги кузовщика будут необходимы, как ни крути. На трассе под Благовещенском столкнулись два грузовика. Серый собирался повернуть налево в сторону села Владимировка и пропускал встречное авто. А вот Синий, идущий за ним, решил обрулить его по встречке, но поняв, что не успевает, принял резко вправо и угодил в Серого собрата. От удара кабина синего грузовика смяло практически до сиденья. Водителю повредило ноги. Насколько серьезно, сейчас выясняют врачи. Водитель Серого Ниссана не пострадал. У его машины разбит поворотник и фара. Устройства, предназначенные для контроля местоположения различных объектов в режиме реального времени, называются трекер. Трекер определяет свои координаты с помощью навигационных систем GPS или GLONASS и передает их через сотовую сеть. Трекеры различаются по функциям и назначению. Например, автомобильный трекер устанавливается стационарно под панель автомобиля. Помимо своей основной функции, трекер может контролировать и передавать данные об уровне и расходе топлива, где и когда автомобиль заводился, время простое и многое другое. Персональные трекеры имеют небольшой размер, чтобы можно было удобно разместить его в портфеле ребенка, на шейнике любимого питомца или в сумке для ноутбука. Портативный трекер со временем автономной работы до полугода можно скрытно разместить в автомобиле и в случае его угона вы с легкостью узнаете его местоположение. Сегодня трекеры имеют очень широкую область применения. И если вас заинтересовала эта информация, вы можете обратиться в нашу компанию для получения исчерпывающих ответов на все свои вопросы по данной теме. Служба аварийных комиссаров от Амурского экспертного центра. Телефон 561-861. На сегодня все. Смотрите «Перехват» и будьте в курсе горячих событий. Кстати, принять участие в создании следующей программы можете и вы. Став очевидцем происшествия, звоните по номеру 580301, а ваше видео выкладывайте на сайте dtp28.ru. В студии был Никита Назаренко. Берегите себя и своих близких. Стали свидетелями происшествия? Звоните нам. Телефон 58 0301. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok